В Таразе очередной жилищный скандал. Жители одного из многоквартирных домов возмущены ходом незаконного строительства. Кроме того, половины жильцов не давали согласия на проведение работ по модернизации их жилья. Подробности выясняли наши корреспонденты. В многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Рызбек-Батыра, сейчас проживает около 90 семей. В первой половине апреля текущего года компания-подрядчик за счет возвратных средств начинает ремонтные работы подвала здания. Недовольные местные жители обжаловали сложившуюся ситуацию в ТОО Тургануи Жандео Тараз. Была создана специальная комиссия, которая встречалась с жильцами. В результате под сомнение попали действия компании-подрядчика АЕМ и членов КСК. Как уверяет большинство жильцов, они только ознакомились с договором, но никто его не подписывал. Некоторые и вовсе не знают о ремонте. В итоге ТОО Тургануи Жандео Тараз не стал переводить 30% денежных средств от общей сметной стоимости ремонта в 50 миллионов тенге. В общем, начали ремонт нашего дома без собрания жителей, без протокола собрания, без сметы, без четырехстороннего договора. Когда стали проверять четырехсторонние договоры, выяснилось, что у многих не было подписи, были подделаны. В том числе моя подпись в договоре тоже была подделана. Это уже, получается, документы притянуты за уши. Кроме того, у нее очень много нарушений, постоянно лжет. В общем, короче, Астап Бендер в юбке, поэтому мы с ней дальше будем разбираться. Мы от нее уже в ноябре месяце отказались. Как утверждает же другая сторона, от жильцов они полностью получили согласие. Представители ЖКСК говорят о неправильно составленных документах жителей дома. 24 апреля я отнесла Акиму города Тараз заявление по поводу «Три пятерки», чтобы они произвели оплату 30%. В данное время работу приостановили. 27 числа я больше не выходила на работу. И по факту выяснилось, что якобы по 21 документам подделка подписи идет. Но сейчас жители начали собережать опровержение, что им этот ремонт устраивает фирма, а им устраивает, что у них все хорошо. Для положительного решения данного вопроса мы обратились в городской Акимат. Однако первый заместитель Акима Жандосу Мирзаков отказался комментировать ситуацию и буквально выдворил съемочную группу из своего кабинета. Выходит, что ни зам Акима города, ни ответственные специалисты не хотят ломать голову над этой проблемой. Наконец, рассказать о полной картине всего происходящего согласился директор ТОО Торганвижондио Тараз. В целом 70% жильцов дали своё согласие. В этом случае ремонтные работы должны проводиться. К нам поступило 64 договора. Из них 20 оказались поддельными. Сейчас идёт проверка, и в ближайшее время станет известно, кто прав, а кто виноват. Коля Шумурзакова, Мадьяр, Сереганья, Даркулов, 77 Ньюс.